Мы находимся в Казанской консерватории, выпустившей прекрасных музыкантов, прославивших нашу республику не только в России, но и за ее пределами. И сегодня я предлагаю познакомиться с женщиной, в руках которой оживает один из самых красивых инструментов – чарующий саксофон. Мария Шумарина – доцент кафедры деревянных духовых инструментов Казанской государственной консерватории имени Жиганова, кандидат искусствоведения, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Мария, расскажите, пожалуйста, как у вас появилась любовь именно к этому музыканному инструменту? Почему саксофон? Ну, вы знаете, Ассоль, мне предложила в детстве, мне было тогда 10 лет, моя мама предложила мне, давай попробуем саксофон. И это был действительно долгий путь. Это была музыкальная школа, потом музыкальное училище наше казанское, потом мне посчастливилось учиться здесь в Казанской консерватории. Наконец, здесь же в аспиранторе, здесь же я защитила диссертацию, и потом сбылась мечта моего детства, меня пригласили сюда работать. Вот саксофон. Часто этот инструмент как-то ассоцируют именно с музыкантом-мужчиной. А женщина и саксофон – не тяжелый инструмент для вас? Ну, вы знаете, если правильно обучиться этому, если правильно поставить дыхание, если есть хорошая школа, то это, ну, может быть, далеко не так сложно. Хотя это действительно большая физическая нагрузка, и не только для женщины, но и для мужчины. Расскажите, пожалуйста, про вашу учебу в консерватории и о работе. Вы сейчас, получается, выпускаете настоящих музыкантов, которые продолжают ваше дело, скажем так. Ну, не просто мое дело, а именно у нас есть богатые традиции, богатое наследие. Этот класс уже существует с 1975 года, его открыл Виктор Эдуардович Деринг. Вообще у нас саксофон является частью прекрасной кафедры, кафедры деревянных духовых инструментов. Это действительно очень богатая традиция, очень крепкая, мощная духовая школа, которую в свое время заложили ведущие профессора Московской и Ленинградской консерватории, которых наш первый ректор-основатель консерватории Назип Гаязович Жиганов пригласил сюда преподавать. И вот эти мощные традиции, мощные корни, они, конечно, дают такой отпечаток. Все-таки саксофон для меня настолько, я даже не знаю, сказочные инструменты, эти чарующие звуки, которые он издает. Любой может этому научиться? Ну, вы знаете, как и на любом духовом инструменте, здесь в первую очередь нужно терпение. Говорят, что занятие, успех на каком-то инструменте – это 70% труда, работы и только 30% таланта. Но в этом плане мне очень везет. У нас в консерватории очень большой конкурс, очень жесткие требования, и действительно приходят ребята лучшие из лучших. Про квартет теперь поговорим. Трое молодых, симпатичных ребят под управлением прекрасной, молодой, профессиональной артистки, музыканта. Сложно с ними работать? Вот вы знаете, с ними как раз очень легко и комфортно работать. Самое интересное, что все эти ребята, они выпускники музыкального колледжа, то есть они закончили у меня и здесь же продолжают учиться в консерватории. Вот эти ребята, они представляли нашу республику и в Москве на конкурсе, в Гнесинке одержали победу, ездили еще на целый ряд конкурсов, где стали лауреатами. То есть они действительно очень трудоспособные, очень талантливые, и они представляют очень достойно нашу консерваторию. Как реагируют ваши домашние на ваши репетиции? Или вы дома не репетируете? Я не репетирую дома. Я прихожу с утра в консерваторию, и я разыгрываю здесь. Потом, когда приходят мои дорогие студенты, я беру сексофон, мы что-то музицируем, я показываю. Потом мы где-то поиграли квартетом, я стала сама порепетировать, а дома домашние дела. Спасибо большое, что вы вносите эту сказку в жизни людей, и чарующие звуки саксофона позволяют куда-то в этот момент улетать, забывать о проблемах и, как говорится, выпускайте как можно больше таких талантливых и профессиональных. Спасибо, мы будем стараться. Творческих вам успехов, и до новых встреч. Спасибо. Не будем нарушать нашу традицию, сейчас вы узнаете, что сулят вам и нам звезды. Приготовьтесь, первое.